Наташа, скажи мне, пожалуйста, ты как автовладелец, часто ли ты моешь свой автомобиль? Да. Да? Ну как, раз в неделю? Самостоятельно ты имеешь в виду? Ну, вообще, хотя бы так вот, приводишь его в порядок раз в неделю, раз в месяц. Я не могу тебе такую очередную сказать, но стараюсь. Потому что держать его в чистоте, в красоте, да, без пыли. Машина просто черная, поэтому... А, вот как, да? Ну, тебе больше, меньше, наверное, повезло. Потому что машина черная, на ней грязь видна, тебе приходится часто достаточно мыть. А мыла ли ты когда-нибудь ее сама? Ну, да, наверное, когда-то. Я тебе скажу, с недавних пор машину самим можно помыть не только, например, у озера или у речки. Есть специальные автомойки, которые позволяют, скажем так, самообслуживанием заняться и помыть автомобиль самостоятельно. Как тебе такой вариант? Точно, ну, неплохо, конечно, но мне кажется, что всем должны заниматься профессионалы. Так вот, наша Ира Ширшина, экспериментатор и разведчик, решила стать профессионалкой в области автомойки. Что у нее из этого вышло? Что из этого вышло, мы сейчас все вместе и увидим в нашей постоянной рубрике «На свою голову». Самое доброе утро. Наверняка каждый автолюбитель мыл свою ласточку в автомойке. В резиновых сапогах я неспроста, сегодня на свою голову я попробую себя в роли автомойщика, а поможет мне в этом Андрей. Андрей, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, вот мне как девушке вообще осилить эту профессию? Я думаю, что легко. Легко? А с чего мне вообще стоит начать? Для начала начнем с дисков. Сначала мы опрыскаем диски специальной химией, чтобы их лучше отъело, чтобы они были почище. Потом мы включим аппарат высокого давления. А я с ним справлюсь? Ну, я думаю, что справлюсь. Ну, посмотрим. Ключим аппарат высокого давления, обольем машину водой. Потом мы ее покроем шампунем, ака-шампунем, матрем губкой, так как машина грязная. После этого мы смоем, покроем ее воском и вытрем насыпать. Чего? Мне кажется, это вообще трехминутное дело. А вот и нет. Опрыскать химией диски оказалось действительно несложно и очень быстро. А вот с аппаратом высокого давления придется потрудиться. Но главное понять, как же он работает. Держи со мной, пожалуйста, а потихонечку отпускай, ладно? Нажимай. Мамочки. Давай. Нажимай. А, не, нормально. Нормально? Да. А, это ты держал. Это ты держал, было нормально. Процесс оказался долгим и энергозатратным, но зато первый этап очистки налицо. Сейчас мы покрываем пеной. Как сливки. Ой, это очень сложно равномерно покрывать. Но самый трудоемкий этап ждет впереди. Нужно притереть всю машину вручную губкой. И тут я уже пожалела, что она такая большая. Ой, извините. Может, я еще и на крышу так залезу потихоньку. Но поскольку со второй половиной машины мне помог Андрей, мы быстро справились. Пора смывать. Мне уже этот пистолет не страшно. Что это было? Я забыла, как это было пользоваться. Как только смыли шампунь и покрыли полностью машину воском, осталось вытереть все насухо. Ой, мне кажется, я уже своим телом все вытерла. Мне кажется, пока Андрей доделывает мою работу, я могу сказать, что на самом деле это и сложно, и просто одновременно. Мне кажется, дело в опыте и во времени, которое ты на это тратишь. Друзья, ухаживайте за своими ласточками, за собой, и будьте красивыми. Самое вам доброе утро. Пока-пока. 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 Продолжение следует...